На бульваре Люба Новоселова 13 появился замечательный сосед. Правда, этот сосед имеет две лапы и два крыла. Об их количестве можно только догадываться. Уже год жители обращаются в различные инстанции, чтобы избавиться от нежелательной домашней птицефермы. Свой контактный зоопарк житель квартиры организовал практически в центре города. Как рассказывает соседка Ольга Даньшина, с удовольствием пользуется всеми благами цивилизации – горячей и холодной водой. В сок он выкидывает продукты жизнедеятельности птиц. В общем, создает вокруг невыносимые условия для жизни. Квартира – это не собственность некой Любы. Это муниципальная квартира, находится в социальном найме. У Кузнецова Сергея Александровича есть подлинный документ, подтверждающий это, который не оплачивает вообще за квартиру. Вместо будильника – крик птиц в 5 утра. Каждый день под такой аккомпанемент соседи собираются по своим делам. Как говорит Ольга Даньшина, обращались в различные инстанции, в том числе и в полицию. Они прошли в квартиру, но долго находиться не могли. А можно на улице? Можно? Ну, конечно, можно, я понимаю. Конечно, можно. Значит, они звонили в квартиру, где находится некая Люба, мадам Люба, ну, наверное, работница птиц в фабрике или там кто-то организатор. Стучали, выглянула в окошко и не считала нужным открыть. Зафиксировали это. Они составили протоколы. Мы решили пройти до второго этажа, позвонить в 31-ю квартиру, чтобы взять комментарии у жильцов либо владельцев этого жилого помещения. Поэтому давайте попробуем позвонить в дверь. За 15 минут дверь нам так никто и не открыл. Управляющая компания обращение жителей фиксирует, отправляет дворников на уборку придомовой территории. Как отмечает Дмитрий Алмазов, связаться с собственником у них тоже не получилось, а проникнуть в квартиру по закону они не имеют права. Все, что остается, вешать на дверь. Оповещение для собственника. В свою очередь проводим профилактическую беседу, вывешиваем объявления в подъезде, на дверях, чтобы люди, проживающие в многоквартирных домах, не мусорили у себя в подъезде, не мусорили у себя под окнами, чтобы, соответственно, все жители многоквартирных домов чувствовали себя комфортно. Так как собственность находится в найме у гражданина, единственным решением проблемы станет проведение выездной проверки на предмет надлежащего использования жилья согласно договору. А пока жителям остается только надеяться, что вопрос решится как можно быстрее. Карина Геряшева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.